Сегодня в выпуске. Самые часто задаваемые вопросы в волейболе. Техника верхней и нижней передач. Растяжка после тренировки и восстановление. Самый часто задаваемый вопрос, какого я должен быть роста, чтобы начать заниматься волейболом. Средний рост волейболистов от 195 до 207 сантиметров. Однако бывают исключения. Эрвин Гапет и Михаил Кубек, всемирно известные доигровщики, 194 и 191 сантиметра соответственно. А в чемпионате Франции играет пасующий, рост которого составляет 173 сантиметра. Что не мешает этому игроку выступать на очень хорошем уровне. А для игроков на позиции Либера невысокий рост вообще является скорее преимуществом, чем недостатком. Ведь для них главные качества это подвижность, скорость и координация. А к примеру, мой рост 212 сантиметров. То есть я выше, чем среднестатистический волейболист. Второй часто задаваемый вопрос, нужен ли высокий прыжок для волейбола и можно ли его натренировать. Частью прыжок натренировать можно и в последующих сериях я расскажу, как это сделать. Однако главное, что нужно знать, что не рост и не прыжок делает волейболиста волейболистом. Сейчас появляется очень много интересных и креативных игроков, которые играют в умный волейбол. Поэтому главное желание. Пробуй, импровизируй. Может быть именно ты будешь тем человеком, который придумает что-то новое в волейболе. Еще один важный вопрос, который тебе нужно знать, с какого возраста можно начинать заниматься волейболом. Как правило, начинают заниматься с 3-4 класса, лично я начал с 4-го. Однако есть исключения. К примеру, игрок нашей национальной команды Вячеслав Шмат начал заниматься волейболом в 15 лет, а в команде играл уже в 16. Поэтому главное желание, если тебе говорят, что слишком поздно начинать заниматься волейболом, не слушай. Есть множество доказательств, что это не так. Что же тебя ждет, если ты выбираешь карьеру профессионального волейболиста? В первую очередь это, конечно же, много поездок, даже если ты будешь играть в Беларуси. Еще, конечно же, большое количество тренировок и игр. К примеру, когда я играл в Корее, у нас в месяц был один выходной. Однако не пугайся, это скорее исключение из правил. Тренировочный процесс достаточно лояльный, чтобы обычный тренированный человек мог выдержать нагрузки без проблем. Когда я начинал карьеру, меня часто пугали, что по ее окончании у меня не будет образования и я не смогу зарабатывать себе на жизнь. Однако не волнуйся, на самом деле это не так. К примеру, у меня два высших образования и сейчас я получаю третий дистанционно. То есть на протяжении карьеры достаточно времени, чтобы закончить университет и подготовиться к последующей жизни. Вот я и рассказал тебе о самых часто задаваемых вопросах в волейболе. Может быть я что-то упустил? Смело пиши в комментариях под видео. А тем временем давай перейдем от теории к практике. Технику верхней и нижней передачи покажет мой товарищ Николай Шкляр. Ну а я же прощаюсь с тобой. До новых встреч. Пока-пока. Всем привет. Меня зовут Николай Шкляр. Я мастер спорта по волейболу. В этом видео я расскажу вам о технике верхней и нижней передачи и покажу вам пару упражнений. Погнали. Поскольку я играю на позиции пасующего, чаще всего я использую передачу сверху. С нее мы и начнем. Первое, на что нужно обратить внимание, это положение рук. Ставим руки так, чтобы они образовали своеобразный ковш. Возьмите мяч и попробуйте обхватить его руками, как показано на видео. При выполнении передачи сверху мяч должен ложиться на большой указательный средний пальцы. Они должны работать как своеобразный батут. Обратите внимание на положение больших пальцев. Они не должны смотреть вперед. Мяча должны касаться все шесть пальцев одновременно. Иногда начинающие волейболисты слишком широко разводят локти, либо наоборот, сводят их слишком узко. Руки должны быть вверху в свободном положении, чтобы в дальнейшем мы могли делать передачу как вперед, так и назад. Важную роль при верхней передаче играют ноги. Именно ногами нужно выйти под мяч так, чтобы он упал вам на лоб, если вы уберете руки. В момент передачи, сгибая и разгибая ноги, вы помогаете рукам сначала погасить скорость мяча, а затем вытолкнуть мяч сильнее, что позволяет выполнить передачу на более длинные расстояния. Попробуйте сделать несколько передач в стенку с правильной постановкой рук. Перейдем к нижней передаче. Начнем с постановки рук. Тут есть несколько вариантов. Я, например, складываю руки вот так. Есть еще вот такой вариант. Вы можете попробовать оба и выбрать тот, который вам больше подходит. Главное, что нужно знать при выполнении нижней передачи, это то, что делается она в основном ногами. Руки помогают лишь в том случае, когда мяч идти слишком медленно, и чтобы отбить его на большое расстояние, требуется сделать движение навстречу руками. В остальных случаях руки выполняют функцию своеобразной доски, которая просто отбивает мяч. Сейчас я покажу вам несколько упражнений для начинающих волейболистов. Все упражнения вы можете делать до или после вашей тренировки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать в комментариях под видео. Ну а про то, как заканчивать тренировку и восстанавливаться после нее, вам расскажет Андрей Радюк. Привет, друзья! Меня зовут Андрей Радюк. И я хочу затронуть не менее важную тему. Тему заминки. Ею пренебрегает большое количество людей и в частности профессиональный спортсмен. Мы поговорим о растяжке после тренировки. Не стоит недооценивать ее важности. Она помогает улучшить нам свои результаты. И главное, быстрее восстанавливаться после нагрузок. Растяжка улучшает эластичность наших мышц и подвижность суставов. Это помогает ускорить процесс восстановления после нагрузки и снижает риск получения травм. Растяжка улучшает наше кровообращение. Благодаря этому снижается так называемая крепатура, боль в мышцах после физической нагрузки. Сейчас мы рассмотрим несколько простых правил растяжки после тренировки. И я покажу вам небольшое количество основных упражнений, которые использую сам. Добавляйте или игнорируйте по своему усмотрению. Итак, поехали! Первое, на чем стоит заострить внимание, это регулярность. Уделите 5-10 минут ежедневно, чтобы растянуть снизить напряжение мышц. Отдаем предпочтение статике. То есть растягиваемся, избегая пружинистых движений и сильного давления на мышцу. В некоторых упражнениях можем прибегнуть к помощи товарища. Дышим глубоко. Это способствует более качественной растяжке мышц, циркуляции крови и, собственно, расслаблению. Вдыхать следует через нос, выдох через рот. На выдохе тянемся. Растягиваемся в силу своих возможностей. Если какое-то движение вам дается сильной болью, не стоит пытаться выполнить идеально здесь и сейчас, через не могу. Выполняем упражнение плавно, не спешим. Со временем заниматься станет проще. В дополнение, используйте массажный ролик. Уделите чуть больше свободного времени на растяжку вместе с массажным роликом хотя бы один раз в неделю. Заниматься или нет, это твое личное дело. Не будет никаких достойных пунктов, которые нужно выполнять, зачеркивать, ставить галочки и так далее. Все максимально просто. Чтобы было понятно, чтобы было легко, к минутам и секундам не придираемся. Хотите, опять же делайте, хотите нет. Самое главное, это убить в себе лен и приучить себя делать это регулярно. Делаю для вас. Если какие-то вопросы все-таки останутся, увидимся в комментариях. Чтобы устранить боль в мышцах после тренировки, приучи себя принимать контрастный душ. Так мы сможем качественно простимулировать работу системы кровообращения, вызвать выброс стимулирующих гормонов, ускоряя метаболизм, что полезно не только для роста мышц, а также для иммунной системы, внутренних органов и здоровья человека в целом. Принимаем душ с шампунем, делаем все, что нам нужно и приступаем к контрастным процедурам по простой схеме. Сперва прогреваемся, потом холодный, теплый и заканчиваем холодным. Напомню, прислушивайтесь к своему организму, научитесь чувствовать свое тело, поэтому меньше графомании, меньше перфекционизма в плане выполнения упражнений и процедур, и больше ощущений своего тела. Учитываем, что у нас разный возраст, стаж, пол, уровень подготовки, поэтому время приема теплого и холодного душа не регламентировано. Мойтесь, согревайтесь, сколько вам нужно, потом, к примеру, 30 секунд холодного, далее опять же согрелись, по ощущениям, опять 30 холодного. Про холодный та же история, сами решаете, насколько вам холодный, попробуйте разные варианты. Попробуйте сперва начать с прохладной воды, постепенно, приходя к максимальному холодному душу. Почувствуйте свой организм, начинайте постепенно с ног, рук и потихонечку обливая свое тело. На голову холодную воду не льем. Потихоньку изучаем свой организм и учимся с ним дружить. Чувствуй свое тело, анализируй свое состояние, пробуй что-то новое, а самое главное, верь в себя и в свой успех, и у тебя обязательно все получится. С тобой был Андрей Радюк и команда чемпионов СОСБАЙ. Пока! И напоследок домашнее задание от нас. Сделай передачу над собой с поворотом на 180 градусов в два раза. Для более продвинутых мы немного усложним. Сделай две передачи над собой с поворотом на 360 градусов. Снимай это на видео в инстаграм, ставь нас в хэштег, отмечай СОСБАЙ. Самые старательные и техничные из вас попадут на видео в следующий выпуск и к нам на страничку. На этом у нас для вас все. Играйте в волейбол. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok